Нужен ключ для Windows прямо сейчас. Десятка, одиннадцатая и офис есть у нас. В магазине кейсов всё только для вас. По ссылке в описании, без лишних фраз. Кастомизация Windows, условно в один клик, это далеко не новинка. Такие программы, как ScreenStyler и MyDogFinder, которые я обозревал ещё в ковидном 21 году, отличный тому пример. Главная проблема подобных программ, во-первых, это баги, отсутствие оптимизации под разные конфигурации системы, и разработчики, которые кладут вот такой болт на исправление, а иногда и вовсе на весь проект. Но относительно недавно в центре внимания оказалась программа Cilion UI. Её активно форсили в телеграм-каналах, да и вы, моя аудитория, в комментариях часто просили сделать обзор. Вот прям полноценным обзором это не назвать, да и цели у меня такой не было. Но красивый без заморочек, кастомизировать Windows с помощью этой утилиты я постараюсь. Параллельно сделаем выводы, стоит ли игра свеч и потерянные ресурсы. Погнали. Программу можно скачать как в Microsoft Store, так и на GitHub. Я предпочитаю GitHub, так как там всегда доступна самая свежая версия, хоть вероятно и с багами. Установка программы простая, и после неё сразу же проходят какие-то манипуляции с нашей системой. Рабочий стол заметно изменяется в облике, попахивая на Linux. С верхней панелью задач и доком запуска приложений внизу. В какой печали фанаты Linux. Хотят кастомизацию их любимой ОС, а я снимаю вот это. Верхняя панель полностью настраиваемая. Все элементы можно убрать, вернуть и перемещать куда угодно. На ней есть упрощенное меню пуск с кнопками питания и быстрым доступом к папкам. Правда некоторые ярлыки не очень полезны. Например, OneDrive, который у меня даже не установлен. И пока что лёгкого способа в один клик под себя это настроить я не нашёл. Но в целом модули работают хорошо и добавляют функциональности. Без нужды куда-то там заходить и что-то дополнительно нажимать. Но есть и проблемы. Например, у меня не показываются доступные Wi-Fi сети. Что касается нижней панели, то есть дока. Стандартное меню пуск осталось без изменений. И теперь оно выглядит неуместно. В остальном же док выглядит порядочно. На него легко добавить часто используемые программы и папки простым драгон-дропом. А ещё есть медиамодуль для управления музыкой из Яндекса, Спотика или видео с Ютуба. В случае множества источников они отображаются в модуле громкости. Что вроде бы как удобно. Хочу с вашего позволения делать небольшое отступление от тему видео. И поговорить о том, что меня беспокоит. И думаю не меня одного. Речь о нехватке профессиональных навыков. Каждый день я замечаю пробелы в своих знаниях. Возможно, с одной стороны это нормально, потому что всё на свете не знать. Но пустоты именно в нужных сферах хочется как-то заполнить. Поступать в ВУЗ это долго, дорого и по личному опыту не всегда эффективно. Гораздо удобнее это поиск подходящих курсов, что впишутся в наш ритм жизни. Разве что тяжело определиться, ведь их в интернете куча. Проведя небольшой ресёрч, мне пригнулся курс от Нетологии. Аналитика данных с МФТИ. Это дополнительное высшее образование с сильной программой, в которой взяты преимущества классического и онлайн образования. Курс подходит тем, кто хочет развиваться на стыке IT и бизнеса. Туда берут и новичков, и тех, кто хочет расширить свои навыки, и тех, кто хочет сменить профессиональную траекторию. По итогу вы освоите аналитику данных, data science и инженерию данных. И это здорово, потому что такие специальности востребованы в каждой современной компании. Курс длится 10 месяцев по 20 часов в неделю с практическими занятиями по субботам. В программу также входит проектная практика для отработки навыков. А по окончанию вы получите два официальных диплома о переподготовке. И самое важное, помощь в поиске работы. В случае, если вы начали курс и поняли, что вам это как-то не подходит, то вам вернут деньги. Но попробовать всегда стоит, вдруг у вас к этому глаза загорятся. Переходите по ссылкам в описании и оставляйте заявку на курс аналитика данных с МФТИ. Всем удачи! Что касаемо настроек программы, во вкладке «Общие» можно изменить основной цвет интерфейса через системные параметры. Интересная особенность, что обои рабочего стола автоматически подстраиваются под выбранный цвет, если, конечно, включена эта функция в менеджере обоев. Также, судя по всему, есть только три официальные темы. Остальные, похоже, создают энтузиасты, следуя инструкциям на гитхабе для изменения внешнего вида панелей. К сожалению, нет какой-то специальной страницы для скачивания готовых тем. То же самое касается наборов иконок. Не совсем как бы понятно, какие именно иконки должны меняться по задумке разработчика. Из встроенных тем, Rainbow, которая делает панель разноцветной, ну, выглядит откровенно кринжово. А вот эффект Bubble и Wave Animation уже что-то на адекватном. Bubble выделяет каждый модуль на верхней панели, а Wave Animation создаёт плавную анимацию увеличения при наведении курсора на приложение. Что касается настройки панелей, верхнюю панель можно разместить внизу, настроить отступ от края экрана и включить автоматическое скрытие. Нижняя панель предлагает больше возможностей для настройки. Её можно разместить на любой стороне экрана, изменить размер иконок и панели, в том числе и ширину, растянув, например, на весь экран. На этом основные настройки внешнего вида заканчиваются. Лично для себя я всё-таки отключу менеджер обоев, всё-таки хочется мне что-то более разнообразное. У силен UI есть одна классная функция, которую лично для себя подметил, как добротная и полезная. Называется менеджер окон. Работает так. Когда вы открываете программу, окно автоматически растягивается почти на весь экран, оставляя небольшие отступы от краёв. При этом окно получает красивую водку в цвет акцента. Всё это, безусловно, можно настроить под себя. Например, сделать отступ снизу побольше. Скажем, на 70. Чтобы окно, как на маке, не закрывало док-панель. Самое интересное происходит, когда вы открываете несколько окон. Они автоматически распределяются по экрану, по крайней мере, пока есть на это свободное место. Лично для меня эта функция может быть полезна при монтаже видео. Могу открыть браузер, чтобы найти информацию, потом проводник для работы с материалами. И всё это автоматически организуется на экране. А когда закрываю лишнее, основное окно снова растягивается на весь экран. Да, я использую Fancy Zones из Power Toys для похожих целей, но это совсем другой опыт. И последний интересный момент, который мне стоит озвучить. Это горячие клавиши. Особенно для работы с панелью задач и виртуальными рабочими столами. Работа с панелью задач простая. Нажимая Win плюс цифру 1, 2, 3 и так далее, запускается соответствующая программа из док-панели. А вот виртуальные рабочие столы здесь реализованы, как по мне, удобнее, чем в самой Винде. Для их использования лучше сразу добавить на верхнюю панель модуль Workspace. Он может отображаться точками, цифрами и буквами. После этого между рабочими столами можно переключаться к комбинации Alt плюс цифра от 0 до 9. Это очень удобно. На одном рабочем столе можно открыть определенный набор программ, на другом совсем другие программы и легко переключаться между ними простым сочетанием клавиш. Стоит также рассказать про лаунчера программ. Это похожая функция, как Spotlight на Mac. Позволяет быстро находить и запускать программы, и выполнять команды. Правда, реализована эта функция пока не очень. И схожий инструмент в Power Toys работает гораздо лучше. В целом, Cilin UI даже на этом этапе оставляет хорошие впечатления. Визуальные баги, конечно, попадаются. Но они у меня были в духе нажми ещё раз по этому элементу, и всё починится. Что касается потребления оперативной памяти, оно могло быть поменьше. Но учитывая биомузу на моём компьютере, мне вообще пофиг. На этом пока что не заканчиваем. Потому что нужно исправить проблему, которая портит всю малину. И да, речь о меню пуск. Для этого нам понадобится программа Windhawk. Это, скажем, удобная мастерская с пользовательскими модами для винды. И в ней мы будем использовать модуль Windows 11 Start Menu Styler. Вот простая инструкция по настройке. Сначала установим данный модуль. После скачайте этот архив из описания. Найдите в архиве текстовый файл с кодом и скопируйте его. В Start Menu Styler откройте вкладку «Дополнительно». Вставьте код в раздел «Настройки модификаций» и сохраните. После этих действий меню пуск будет выглядеть гораздо лаконичнее, красивее и современнее. Кстати, в том же архиве с кодом есть кнопка с настройками для проводника. Это несколько простых команд для реестра, которые помогут убрать кнопки «Домой» и «Галерея» и добавить значок корзины в проводник. В общем, всё просто. Плюс добавляет, минус убирает. А ещё через этот ярлык можно убрать значок корзины с рабочего стола. В дополнение ко всему есть пара крутых обоев от Avioti, которые особенно хорошо смотрятся с настройками Sealing UI. Насчёт программы пишите своё мнение в комментариях. Также интересно узнать о других программах, которые помогают легко настроить внешний вид Windows. Если вы, конечно, таких программ знаете. На этом сегодня пока что всё. Великодушное вам спасибо за просмотр. Не забывайте там подписываться, ставить лайки и делиться роликом с друзьями. С вами был Офшилл. Не пробуйте время зря. Всем вам удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok